МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алена, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада видеть вас в студии. Алена, скажите, почему выбрали столь известное произведение? Его ставят во многих странах мира, и провинциальные, и столичные театры. И все мы прекрасно помним фильм замечательный с Георгием Витциным. Не страшно было замахнуться на Островского? Страх? Нет, страха не было. Страх – это немножко такой, мне кажется, сдерживающий фактор. Если бы он был, мы бы его не поставили. Здесь немножко другое. Здесь волнение есть, тревога немножечко, потому что работа действительно грандиозная. И актерам трудно было искать себя, искать роли, образы. Очень трудно было объем текста, с объемом текста справиться, потому что, конечно, это… Колоссальный труд, да. Да, колоссальный труд, правда. И дело в том, что текст очень специфический. Произношение это все, да, с окончанием «с». Это все надо проговорить, это все надо, да, вот отрепетировать хорошо. И репетируем мы достаточно долго. Мы взяли в разбор произведения в апреле. То есть полгода рабочих мы его делаем. И месяца два только мы занимались читкой, понимали зерно спектакля, понимали линии персонажей, к чему вообще, что мы хотим сказать этим спектаклем. Пришли вот к такой вот единой, значит, мысли, к единой идее. И начали вот с сентября уже плодотворные репетиции. Вот такие. Алена, это будет современная интерпретация, да, произведения Островского? Или все-таки в классическом ее форме? Да, это будет классическое, да, по классическим канонам, что называется. Почему захотелось взять именно Островского? Потому что для нас, на самом деле, большая честь то, что это же год театра, да, 2019. И мы открываем этот год такой грандиозной постановкой. И, конечно, хотелось взять что-то, что-то уже, может быть, подзабытое, о чем вот ностальгия уже у современного зрителя. И захотелось поностальгировать по классике. Я вот вас спросила, не испугались ли вы не потому, что не верю в ваши возможности, все-таки это, знаете, какое-то будет сравнение, да, с другими театрами. Как вот создавали эту эпоху, этот антураж, кто помогал, где брали костюмы и соответствующий реквизит? Ну, я так скажу, помогали просто всем, всем дворцом культуры. Потому что, конечно, сложность в том, что театр не профессиональный, театр любительский. И здесь, во дворце культуры, нет цехов, которые, вы знаете, как вот в профессиональных театрах, да. Там, конечно же, работает там и куча и художников, свои художники по костюмам, свои художники по декорациям, по свету, по звуку. И всё это очень такая слаженная работа должна быть. Вот. И, ну, в принципе, здесь у нас работа слаженная происходит. И нам очень помогает в этом году приехавшая в Нарьинмар художница Нина Воронич. Она готовила эскизы по данному спектаклю, эскизы костюмов, эскизы декораций. И по вот этим эскизам мы уже собирали те костюмы, которые нам нужны. Той эпохи, да? Да, и уже как бы согласно эпохе. И декорации тоже самое, да. Мы просто так садимся, обсуждаем всё, что нужно, как и для чего, по действиям. Да, и в целом получается. А сколько артистов занято в спектакле? В спектакле занята вся труппа, 14 человек. На данный момент у нас, да, 14 человек. А возраст какой? Возраст абсолютно разный. У нас есть, конечно, и приглашённые дети. Там, ну, такие роли специфические для них подобраны. Возраста разные. От 18 до бесконечности, я так скажу. А кому доверили главную роль? Доверила главную роль Бальзаминова Володе Сегову. Да, это мой муж. Он профессиональный актёр, да? Нет, это не профессиональный актёр. И на самом деле для меня было огромным удивлением, когда вот живёшь с человеком какое-то время, уже достаточно длительное, и не знаешь, что в нём есть этот талант. А потом, когда вот мы сюда приехали, и у нас основались, значит, театр Творецкого, и он сказал, я хочу, возьми меня, я буду играть. Я думаю, ну, давай попробуем, хорошо. И просто с первых репетиций, как только мы стали делать этюды, да, какие-то тренинги проводить актёрские, и вот он влился и стал раскрываться. И вот все спектакли практически, которые мы ставили, да, вот он на нём держится. Алена, а сколько будет длиться спектакль? Спектакль рассчитан на 2 часа с антрактом на 15 минут. Это будет 2 действия. Первое действие будет час идти, потом антракт, и завершаем 45 минут. Спектакль будет насыщенным, и пройдёт, я очень надеюсь, что пройдёт на одном дыхании. У нас там и поют сами актёры, не профессиональные, да, не певцы, и танцуют. С нами приходит, занимается хореограф, Заборский Стас, ставит нам танцы, и... Танцы это той эпохи или какой-то современной такой ноткой? Вы знаете, здесь двояко, наверное. Вот с этим вопросом здесь двояко, конечно. Что-то есть с той эпохи, что-то уже от современного взято. То есть в основном эти танцы, это всё-таки театрализация. То есть танец не как танец, а танец для того, чтобы как бы поддержать атмосферу, сложившуюся в спектакле. Всё-таки эта комедия, вот удалось вот эту комедийную нотку актёрам в жизнь воплотить? Да, над этим мы тоже работали очень долго. Сначала потому что, когда были читки, мы смеялись до слёз. Смешно было, потому что люди вспоминали актёры ещё вот действительно фильм, вспоминали спектакли, вот малого театра, да, которые играли. И вот смеялись до слёз. Много там таких вот фраз, да, которых уже разошлись на цитаты. Когда стали уже проходить роли, искать себя, образы, уже так стали более серьёзные. Уже вот эта комедия куда-то ушла, занялись делом. Ну, очень интересно наблюдать за вот этим процессом, на самом деле, создания спектакля. И вот сейчас уже, сейчас у нас уже практически недели две беспрерывно идут прогоны каждый день. И мы вот от начала до конца, от начала до конца, чтобы почувствовать вот эту целостность. И с каждой репетицией что-то подчищается, что-то добавляется. И как раз-таки вот кураж, он приходит вот в самые такие вот как раз последние моменты, когда уже актёр настроен, когда он уже знает свою партитуру роли, когда уже слова не вылетают из головы. И когда он уже чувствует себя более свободно. И вот сейчас уже мы начинаем входить в кураж. И вот сейчас проявляется эта комедия. Над этим мы тоже, конечно, плодотворно работаем. Алена, сколько вашему театру исполняется? Год ведь, по-моему, да? Да, ну, год с небольшим. Мы основали театр в сентябре прошлого года, в прошлом сезоне. Кто вошёл в труппу? Понятно, что это люди не профессионалы. А вот чем они занимаются в обычной своей жизни? Люди, на самом деле, разнообразных профессий. У нас есть и педагоги, и есть такие же, как и театральные деятели, и те, кто работают, судебными делами занимаются, и те, кто в авиакомпании занимаются. Вот абсолютно широкий спектр профессий. И все творческие, все нашли театр. Откуда у них такая любовь к театру? Они не рассказывают? У кого-то с детства, кто-то мечтал с детства вот прям стать актёром, и вот только сейчас посчастливилось, да, вот что появился этот театр, и они могут себя реализовать. И я, на самом деле, за них очень рада, потому что я делаю... В своей работе я делаю акцент на личность, потому что любительский театр — это, во-первых, труппа и моё отношение к ней. В профессиональном немножко другое. В профессиональном уже актёры все подготовленные, они уже, зрители, у них уже другие цели. А у нас пока что цель — раскрыться, почувствовать себя талантливым, свободным, да? Ведь, ну, и чтобы в жизни, да, это ведь тоже совершенно помогает. На самом деле, очень здорово. А где находят они время столько? Ведь каждый день, наверное, да, репетиции? И там не по часу, по три, по четыре часа, да, Лёна? Честно, я не знаю, где они находят это время, потому что, да, особенно в последнее время, сейчас перед премьерой у нас такие усиленные репетиции. И, ну, я благодарна, на самом деле, очень труппе, то, что они находят время и сделают приоритет на театр. И кто-то со своими прям детьми даже приходит, дитё посадит себе в зале сидеть, там сидят, смотрят на маму или на папу, вот, а сами репетируют. Ну, это здорово, да, когда есть общее любимое дело. Алёна, а как вы пришли вот к этой режиссёрской деятельности, к театру, к творчеству? Что вы заканчивали? Я, у меня, конечно, очень интересный путь к театру. Вообще, с самого детства мне родители, там и все близкие, бабушки, дедушки, сулили театральное творчество, потому что я была клоуном. Ну, наверное, в детстве все такие, да, очень озорные, и всех называют, ну, прям, актёр. Но как-то не сложилась вначале театральная вот как-то такая стезя. Пошла немножко по другому направлению, но тоже по творческому. По профессии я музыкант. Я закончила консерваторию Петрозаводской государственной. Это на самом деле здорово, это же помогает театру очень. Да, очень. Вы не представляете, правда, насколько. На самом деле многие режиссёры театральные не профессионалы, они не учились, да. Я в том числе, я не училась этому мастерству. Но я понимаю, что в моей работе мне на самом деле этого не хватает. Но я считаю, что даже не обязательно учиться. Я как только занялась вот этой профессией, я сразу же пошла в библиотеку, набрала всё, что касается театра, Станиславского, Вахтангова, Мирхольда, все вот эти вот, да, всю классику всех основателей перечла. И, ну, какую-то основу я в себя заложила. То есть я занимаюсь самообразованием, и мне это очень нравится. И это продуктивно, на самом деле, в работе. Я, да, я начала свою профессиональную деятельность с музыки. И очень этому рада, потому что в спектаклях сначала я слышу спектакль, а потом уже его воссоздаю. Сначала я должна услышать, я не знаю, шорохи, какой-то вот интонации, какую-то музыку соответствующую, да. Сначала я это нахожу, а потом уже от этого атмосфера идёт в спектакле сама. Потом начинают проявляться какие-то сцены прям вспышками. Бывает очень долго, по-разному бывает. Вот. А потом это уже всё обрастает, 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 и прям видишь всё как в картинку, как в фильм какой-то. И кто-то из знаменитых режиссёров сказал, что режиссёр — это идеальный зритель. И я согласна, на самом деле, с этим. И вот как бы веду себя в итоге к тому, чтобы увидеть идеальный спектакль и, соответственно, нацелить своих актёров на ту же волну. И такую единую мысль объять, весь наш коллектив единой мыслью. Алёна, а как вы попали в Ненецкий округ? Вас пригласил руководитель Дворца культуры Арктика, да, или какие-то другие обстоятельства? Да, да, не совсем директор. Было так. Значит, здесь есть концертный ансамбль Дворца культуры Арктика, куда пригласили моего мужа. И я, как жена декабрист, уехала за ним. Да, уехала за ним. Как говорится, я с милым в рай шалаше, на севере, в холоде. Ну, правда, я из Карелии. У нас там, конечно, погодные условия чуть потеплее. Там хотя бы есть солнце, по которому я очень скучаю. Но я пошла и поехала за мужем. Да, и очень рада, потому что я приехала сюда, и мне посчастливилось. Вот прям первый же день, когда у нас состоялось совещание, Александр Николаевич только посмотрел на меня, говорит, чем ты занималась? Ну, вот тем-тем-тем-тем. А в театре, говорит, играла. Играла, да, вот в любительском театре я на тот момент. Он говорит, прекрасно. Театром хочешь руководить? Ну, давайте. И для меня, на самом деле, это была неожиданность. Я не готовила себя к этой должности. Я ехала сюда, я не знала, что меня ждет, на самом деле. И вот так вот в первый день на меня перепал. Да, мне доверили эту должность. Я очень благодарна им за это. Долго собирали труппу или быстро люди откликнулись? Все-таки новый человек, да, еще не видели ваших работ. Театр Творецкого – это вообще мой первый режиссерский опыт. И мне помогали очень сильно во Дворце культуры, потому что мы там стали и объявления по разным средствам массовой информации рассылать, искали людей. Но, знаете, не театр ищет людей, а актеров. А актеры ищут театр. И я этого ждала очень сильно. И потихонечку сейчас ко мне это приходит. Сейчас ко мне вот именно те люди тянутся, которые действительно хотят заниматься театром. Потому что первое собрание, которое я провела, на него пришло порядка 30-50 человек. И сразу же был отсев, очень большой отсев. Потому что люди идут... Я даже не могу сказать, зачем они шли. Кто-то, я сразу видела, какие-то горящие глаза, что пришли именно за искусством, именно за творчеством. Тот, кто приходит за славой, это не тот путь сразу. Это понятно. Кто приходит вот себя показать как-то, кто приходит раскрыться. Алена, а что удалось поставить вот за этот короткий период? У нас была премьера в прошлом году. Сказка «Снежная королева» по мотивам отноменной сказки Ганса Христиана Андерсона. Мы поставили сказку... Такой современной, наверное, да? Да, в современной... В какой-то обработке, так если можно назвать. Да. Вот там, что называется, была моя проба пера. Потому что я уже говорила, что я занималась в любительском театре. Я в нём играла примерно 4 или 5 лет. И та режиссёр, которая у нас была, Леди Ивана Толстого, она в меня заложила некую такую вот школу, по которой первая моя работа была вот именно ориентирована на её работы. Я на самом деле, я не могла отказаться, я не могла отпустить её школу. И во многом это было просто какие-то такие отрывки из тех спектаклей, которые мы ставили вот там, в Монтесе, в той труппе, да, в которой я играла. А поняла публика вот эту вот постановку или нет? Потому что я такие противоречивые отзывы услышала, да? Может, наша публика, я к тому веду, что ещё не готова к восприятию, да, такого рода спектаклей, Алена? Да. Отзывы были разные. Взрослые пришли со своими детьми. Взрослые увидели что-то своё. Дети увидели совершенно своё. По взглядам актёрским, так, они говорили, что вот мы смотрим в зал и видим детей, и просто вот все 40 минут они на нас вот так вот смотрели, и для нас это подпитывало, и мы раскрывались, и их отдавали, и отдавали, и отдавали. Взрослые поняли немножечко по-своему. Здесь, опять же, идёт глубина произведения, потому что Ганс Христиан Андерсон очень непростой писатель. И на самом деле тема-то «Снежной королевы», она очень религиозная. Но меня учили не разговаривать на три темы. На тему религии, на тему денег, и на тему, сейчас скажу, на тему религии, на тему денег, и на тему правительства. И я стараюсь не говорить на эти темы, потому что у всех на это свой взгляд. И поэтому вот эту тему религии я пыталась немножечко обойти как бы своими какими-то приёмами. Вот. Но на самом деле многие люди, когда я вот им рассказывала, что, знаете, вот тема на самом деле очень религиозная, и они просто говорили, как? В смысле? Какая там религиозная тема? Я говорю, так вы почитайте, почитайте, что бабушка там поёт, почему там розы, да, что это за символы? Это же символизм. Вот Ганс Христиан Андерсон, это не что иное, как символизм. И вот никак по-другому, кроме как в стиле символизма её не поставить. Поэтому была тут и у меня трудность немножечко, да, вот как бы это преподать. И вот кто понял вот этот вот символизм, для кого он оказался, да, понятен, тот сказал, надо же, как глубоко. Кто не понял, тот сказал, кто-то, наверное, просто молчал. Вот. Но вы сейчас решили всё-таки пойти вот по такому классическому пути, да? Сейчас да. Я думаю, да, это правильно, потому что наша публика должна сначала всё вот это воспринять классику, это им будет легче сделать, да? А что планируете в дальнейшем поставить? Ой, на самом деле очень много чего хочется поставить, но большая трудность сейчас вот в наше время, во-первых, угодить зрителю. Вот в основном, конечно, как выбирается произведение, да, для спектакля. Во-первых, это ориентир на зрителя. Какие у него сейчас потребности на данный момент? На какого зрителя именно мы ориентируемся? Мы не можем влюбить всех в себя. В любом случае это будет какой-то определённый зритель. Не все любят театр, да, я согласна. Конечно, очень жаль. Надеюсь, нас полюбят. Мы ориентируемся очень на зрителя, но я поняла, что его нужно подготовить немножечко. Всё-таки зритель должен приходить в театр. И театр — это не развлечение. Зритель туда немножечко за другим должен приходить. Там ставятся вопросы какие-то, да, нравственные, или там вопросы героя, там какого-то события. И тут человек идёт получить ответы для себя. Иногда этот спектакль как будто как тот самый поставленный вопрос. И зритель сам уже для себя ищет ответ. То есть мы подвигаем зрителя на то, чтобы он мыслил. Ну и хочется, конечно, зарядить зрителя положительными эмоциями, чтобы, посмотрев спектакль, они нашли такие именно вопросы, ответы на вопросы, чтобы хотелось дальше жить и творить и прочее. Вы нацелены на какого зрителя? На маленького или уже на возрастного, так скажем? Ну вот... Или диапазон у вас широкий? Мы создали взрослый театр, поэтому всё-таки на взрослого зрителя у нас идёт ориентир. У нас в Дворце культуры появился театр, его детский театр. Его ведёт сейчас Светлана Игнатьевна Горностай. Называется «Островок». У неё есть и подростковый театр, куда там ходят и студенты. По-моему, у них названий ещё нет. То есть они ориентированы на детей, а мы всё-таки больше на взрослые. Алена, есть какое-то любимое произведение, которое хочешь воплотить в жизнь на сцене Дворца культуры Арктика? Любимое. Ну, вы знаете, много на самом деле любимых. Но здесь, наверное, вот воплощать я буду всё-таки те спектакли, которые будут востребованы. И вот когда, знаете, прям вот все обстоятельства будут складываться именно таким образом, чтобы мы взяли именно этот спектакль. А «Женитьба Бальзаминова» всё-таки почему взяли? Потому что сами так захотели или поспрашивали своих членов коллектива? «Женитьба Бальзаминова» взяла, потому что это комедия, потому что это улыбки, во-первых, будут, да, и потому что это очень хорошая школа для самих актёров. Потому что нужно природу поведения, да, в себе воспитать, вот объёмы текста, к ним привыкнуть, ну и вот находить себя вот в роли, создавать образ. Поэтому взяли Островского. Островский — это кладезь на все времена. Вот, знаете, он, вот любое произведение, которое его, как его ни возьми, актуально вот во все времена. И по себе, да, согласна. Ну, так и у многих классиков. Почему мы всегда обращаемся к классике? Потому что, ну, настолько, настолько писали вот люди гениально, да, вот просто и гениально. Вот и чем мы просто пользуемся, и на чём мы всегда основываемся. Не планируете ли потом выезд с этим спектаклем уже в окружные деревни, посёлки? Алена, есть такие задумки? Если честно, очень хочется. И если эта задумка получится, да, то мы обязательно это сделаем. Но здесь будет немножечко уже другой формат. Понятно, что сейчас мы готовим спектакль для большой сцены. Это одни декорации, потому что, ну, декорации — это трудоёмкий такой вот процесс. На самом деле продумать, как это всё будет статично или всё транспортабельно, да. И поэтому сейчас после премьеры я, конечно, возьмусь за то, чтобы его переделать для малой сцены и продумать, вот весь реквизит и все декорации, продумать, как бы они могли играть и смотреться на малой сцене. И могли бы быть как раз-таки транспортабельны, чтобы мы могли их перевозить хотя бы там, да, на машине как-то. Алена, у вас уже есть актёрский состав. А будет ли там место новичкам? Я к тому говорю, что сейчас может кто-то посмотрит на нашу передачу и тоже захочет к вам присоединиться. Да, место новичкам есть всегда. У нас труппа вот из 14 человек состоит на данный момент, и, ну, это маленькая труппа. Как бы чем больше людей, тем больше возможностей. Роли найдутся для каждого. Роли найдутся точно для каждого, да. И вот чем мне нравится этот коллектив, который вот сложился, ну, на протяжении всего этого времени к нам потихонечку вливались вот так вот люди. И они вливались настолько легко. Их очень принимали, да, очень радушно принимали, уже как за своих. И мне это очень нравится наблюдать вот за тем, как принимают людей в коллектив. Это очень хорошо. Театр Творецкого. Очень красивое, интересное название. Кто придумывал его? Я придумала. Я наблюдала два месяца вот после основания, я наблюдала за актёрами. То есть названия ещё не было? Ты знаете, как на ребёнка смотришь, да, и думаешь, как его назвать? Да, да. Ну, название зарождалось уже в те моменты, когда я на них смотрела, и поражалось на самом деле. Надо же, какие вот люди бывают творческие. Потому что вот помимо тех, помимо того, что люди, актёры, которые ходят ко мне в труппу, да, и занимаются театром, они занимаются ещё всякими разными видами творчества. Вдобавок, да, кто-то поёт, кто-то танцует, кто-то там вышивает. Настолько творческие, разноплановые люди, что это на самом деле очень помогает в театре искать в какой-то момент себя. Алена, какие планы на будущее, связанные с вашим театром, с вашим творчеством, с вашим детищем? Ну, хочется сказать, что планы грандиозные, но поживём, увидим, как всё сложится. На самом деле, хотелось бы пожелать театру, молодому ещё, скорейшего... вдохновения. Вдохновение. Вдохновение, точно. Да, спасибо. Алена, у вас сейчас есть возможность пригласить зрителей, наших жителей, на свою премьеру. Вот на эту камеру, пожалуйста. Дорогие жители округа, театр Творецкого ждёт вас на премьере 26 января 18.00 во Дворце культуры Арктика на премьере спектакля «Женитьба Бальзаминова» по пьесе Островского. Очень хочется, чтобы вы провели этот тёплый вечер с нами, поддержали нас, и чтобы вы посмеялись от души. Алена, спасибо большое. Вы у нас первый раз, и я рада знакомству с вами. Очень приятно, что есть такие молодые, творческие, креативные. Хочу пожелать вам успехов и, конечно, благодарных зрителей. Спасибо вам большое. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был художественный руководитель Театра Творецкого, Дворца культуры Арктика Алена Сегова. Приходите на премьеру, актёры будут рады. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»